Что нами проведено? Фактически сегодня занимаются, реально занимаются три структуры. Первая, подрядчик, как я понимаю, он и по названию подрядчик, которому это все оплачивается. Так? Им оплачивается эта работа? Подрядчику оплачиваются, работаются? Ну, как-то так я с ним общался, оплачиваются, но не в полном объеме. Что? Подрядчику работы оплачивают, судовладелец, но не в полном объеме, у них там есть сложности. То есть можно говорить и так, вот за что заплатили, то они и делают. Ну, да. Вот как оплатили, так и работают. Так и есть, да. Вот такая имитация бурной деятельности. И все бы было, может быть, смешно, если бы эта работа не была связана, первое, с риском для жизни тех работников, которые проводят работу под водой. Это риск, достаточно серьезно. Когда вверху работает техника и так далее, и так далее. Подрядчик, которому, в принципе, нужно это оплачивать. Администрация морских портов Украины, которая выделяет соответствующие там буксиры и соответствующую технику. И работает спасательно-водолазная служба Одесского городского совета с нашей техникой, отвлекаясь от работы на наших пляжах и обеспечивая безопасность людям на воде. Она обеспечивается сегодня. Но люди тоже имеют предел какой-то своих возможностей. И наши водолазы сегодня активно принимают участие, о чем свидетельствуют многочисленные заявки. Причем заработают они без денег. А за ту зарплату, которую получают, выполняя свои обязанности. Остальные все переживают. Особенно политики. Когда нужно приехать с каналами и рассказывать о том, как они беспокоятся про экологию. И отдельные народные депутаты, бывшие народные депутаты, тоже там имитацию. Такое впечатление, что негде больше поиграть было. Взяли лопатки и пришли, знаете, как на море. Еще пилотки одели, гольфики. Пришли с лопатками там в пасочки поиграть. Заодно и подсняться. Вот примерно так выглядит. Кстати, был бы неплохой ролик. Вот так вот с барабаном, там-тарадам, там-тарадам. Пришли, поиграли и рассказали, что они пришли спасать корабль вынувшую. Интересно было бы посмотреть на это все кино. Что сейчас у вас? На сейчас активной фазы работ нет. Вот то, что я вчера докладывал. Вчера работы проводились, успехов не увенчались. Вот на сейчас там ходят водолазы, находятся на месте подрядчик. А что наши водолазы говорят? Вот эти понтоны, которые заводят, 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 что-никак. Они вообще хоть немножко там приподнимают или что-то как-то увеличивают или как-то выводят его на какую-то плавучесть. Хочем, хоть, знаете, может быть, говорю и руду полную. Но вот под водой она начинает что-то шевелиться там в этом? Значит, ничего не шевелится. На самом деле грузоподъемность этих понтонов в пять раз ниже веса судна. Поэтому мы постоянно это наблюдаем, пока никаких видимых движений каких бы то ни было. А зачем они делают тогда? Если оно весит больше 100 тонн, грузоподъемность одного понтона, по-моему, 10 тонн или сколько? По нашей информации. Они завели понтонов на 90 тонн, а вес судна, со слову подрядчика, 500 тонн. 500? Да. Ой, 1600, я говорю, 100. 1600. И я еще добавлю, что каждый день с 20... А что они думают? Еще то произойдет, что если 90 тонн они завели понтонов на 90 тонн, то остальные тысячи так просто всплывут? Сложно сказать, они говорят, что это... Они же еще наполняют какие-то там воздухом, что там закачивают в танки воздух. Они наполняют эти понтоны. Два из них там было такое, что лопнули. Они добавляют, все-таки предполагая, что хоть какую-то, пусть неположительную плавучесть дадут эти понтоны, а дальше вот хотели силами этих трех буксиров сдвинуть, но как мы видим пока... Хорошо, тогда такой вопрос. По имеющейся информации, что если они до какого-то числа не сделают это, будет разыгрываться тендер и будет заниматься этим, скорее всего, администрацией Минских портов Украины. Вчера это число было. Да, скажите, пожалуйста, а знаете как? В чем разница будет? Сложно сказать. И так эти все буксиры, как я понимаю... Буксиры работают и так там работают. Троса будут такие же, которые будут рваться. Водолазы наши. Водолазы те же, те же. То есть только вид сбоку. Та же картинка, только вид сбоку. Точно так, да. Или может быть у них другие мысли есть в ОМПУ? Ну ничего другого, у нас нет другой информации, кроме этой. Я еще добавлю, что... Да, я понимаю, что есть смысл менять подрядчика или менять там... Те, кто будут проводить работы, если есть какой-то другой план подъема. Ну да. Это получается, если менять подрядчика, этот подрядчик должен будет все изъять оттуда. Свои пантуаны, все убрать свое. Так? Так или как? Ну, если он не выиграет объявленный тендер, тогда да, он сворачивается, забирает все свое имущество, оборудование, людей. И уже тот, кто победит в тендере, начнет по новой проводить эти работы. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки был такой разлив там? Относительно спокойно была ситуация, потом был такой очень достаточно большой разлив. Выставленные подрядчиком БОНы являлись речными, а не морскими. Что-что? Выставленные подрядчиком БОНы были речные, а не морские. И при малейшем волнении ГСМ выходила за пределы БОНы и попадала в акваторию. Каждый этот случай нами фиксировался, вызывалась экология. А когда мы узнали, что они речные? А это было видно постоянно, мы об этом постоянно говорили. У них других не было. Вот они сейчас только вчера выставили другие БОНы, поменяли на высокие. Александр Васильевич, подключайте микрофон. Вчера, которое совещание, которое проводил министр инфраструктуры, там поднималась информация о том, что БОНы у них речные? Или они не поняли, что море это не река, или не видят различия? Вчера было заседание... Вы объяснили им, чем отличается море от реки этим? Ну, вчера осмотрелся вопрос именно в рамках комиссии по вопросам техногенной безопасности. Было принято решение рассмотреть и квалифицировать это происшествие как назначально по идее местного значения. И после этого будет взвергнение, сегодня должен быть подписан протокол, направленный в МЧС, для того, чтобы сегодня этот вопрос был рассмотрен уже на уровне МЧС Украины. И после этого это уже будет выводиться в компетенцию реализации и работы именно администрации морских портов Украины. Ну, по нашей информации, в общем-то, у ОМПУ гораздо больше ресурсов. Больше ресурсов? Больше ресурсов с точки зрения и имеющихся техники, это и плавкраны, в том числе и специалистов, которые понимают разницу между речными и морскими БОНами, ну, я думаю, компетентных сотрудников гораздо больше. У меня тогда вопрос такой, как этот подрядчик выиграл тогда этот тендер? И участвовал ли кто-то кроме этого подрядчика? Чего мы потеряли опять три месяца? Ну, это вопрос не к вам, это вопрос, вот нас смотрят в онлайне. И те люди задают себе вопрос. И наверняка сарказмом, с улыбкой, то, о чем мы сейчас говорим. Что на какой уже, шестой или седьмой месяц этой катастрофы, они, оказывается, не разобрались, какие БОНы где устанавливать, и загрязняют наши пляжи, и портят экологическую ситуацию. И второе, если они определили подрядчик, он же как-то выиграл этот тендер, какими-то аргументами он же смог победить. А сегодня, оказывается, что у него не ресурсов, и в МПУ всего больше, но они проиграли. Можно узнать, они участвовали в этом деле вообще или нет? Мы уточним, но по нашей информации, то, что есть в департаменте... Или было неинтересно? Это тендер, но тендер-то проводил в свое время, определял подрядчика непосредственно, как мы знаем, судовладельцы. Поэтому не исключено, что чем дешевле, тем и лучше было с логикой судовладельца. Мы знаем, что еще с нового года его уговаривали найти подрядчика. Исходя из того, что сейчас это все переходит в зону ответственности, уже непосредственно администрации морских портов Украины, думаю, может, этот вопрос будет решен более системно и профессионально. Будем надеяться. Спасибо. Прошу, Теябрь. Наша группа быстрого реагирования муниципальной Варты каждый день с 20.00 до 8.00 утра туда задействуется, охраняет порядок, тоже больше некому. Поэтому мы отвлекаемся от других задач, которые должны выполнять.